Библия Если вы будете смотреть Писание Тогда Библия говорит о том Что сейчас по прежнему Есть два мира Но земля Она пала Это падший мир Есть небо И это есть Царство Божье Потому что здесь Правит Бог Бог правит Но если мы с вами Смотрим в Писание То Библия говорит что эта земля Это из Царства Сатаны Потому что здесь Сатана правит Поэтому много трудностей И Библия четко говорит Исайя 60 глава 2 стих Что тьма покрыла землю И мрак покрыл народы Поэтому сейчас Очень много трудностей на этой земле Потому что вот этот мир Который Бог сотворил в самом начале Он пал Но тогда вопрос С какого момента начался этот падший мир Этот падший мир начался С грехопадшего ангела Если вы посмотрите Езекиил 28 главу 13 стих Говорится о том Что ангел Который был ответственен за прославление Он грехопал В самом начале Бог сотворил три вида ангелов Одни ангелы отвечали за прославление Вторые за то чтобы доносить Божье послание И третье это было войско Это есть войско небесное И ангел который был ответственен за прославление Езекиил 28-13 Он захотел быть как Бог Он захотел быть выше Бога Об этом говорит нам Исайя 14-12-15 Если вы прочитаете Там говорится что Сатана который был ответственен за прославление Он сам захотел принимать себе славу И быть выше как Бог И вот это из грехопадения Но Никогда творение не может быть выше Творца Из-за этого Откровение 12-7-9 Библия говорит о том Что на небе была духовная война И архангел Михаил Вместе со своим войском Изгнал Вот этого падшего ангела Который был ответственен за прославление С теми ангелами Которые последовали за ним На землю Поэтому Библия говорит что Была духовная война И Библия четко нам говорит что Древний змей Древний змей Сатана Дьявол И его ангелы Они были сброшены сюда на землю На эту землю То есть они проиграли битву Если вы посмотрите внимательно Бытие Первая глава Второй стих Там говорится о том Что была тьма Пустота и бездна То есть Сатана Он уже существовал на земле До того как Бог сотворил человека Виде тьмы и пустоты И хаоса И вот этот Сатана Стал причиной События Будет 3 главы С 1 по 6 стих Здесь говорится о грехопадении человека Сатана Он обманул человека Что если ты вкусишь от плода От плода дерева Познание добра и зла То ты тогда Станешь как Бог Может ли Творение Быть выше Творца Если что такое Что мы можем съесть с вами И стать как Бог Это обман Сатана Обманул человека И человек Вкусил от этого Познание добра и зла И вот здесь есть Очень важный смысл Который вам необходимо понять Это из падения человека Иосия 6-7 Библия говорит о том Что Они же подобно Адаму Нарушили завет И там изменили мне Событие Бытия 3 главы Говорит не о каком-то Ядовитом фрукте Которое Сеяли Люди И умерли Нет Событие Бытия 3 главы Говорит о Нарушении Завета Между Богом И человеком Вот этого завета Нарушение Вот этих отношений И как только Этот завет Нарушается То человек Должен умереть Потому что Сам завет Является гарантией жизни Поэтому Люди Нарушили этот завет И как И Написано И там Изменили мне В английской В Библии Мне нравится Есть слово Ребел Ребел Это как бы Противостать Бунтовать То есть Люди Они захотели Быть сами Как Боги Творение Захотело быть Как Творец Такое невозможно Поэтому Как Как и Библия Обещала Как и Библия Говорит Как этот завет Говорил Смерть Пришла Если вы посмотрите Римлянам 5.12 Библия Говорит Что как Одним человеком Грех Вошел в мир И грехом Смерть Так и смерть Перешла Во всех Человеков Вот это И результат Нарушения Завета И здесь Выходит Два важных Слова Грех И смерть Событие Третьей Главы Говорит нам О первородном Грехе Первородный Грех И Библия Говорит Что все Люди Сейчас Огрешили Потому что Этот грех Первородный И смерть Перешла Во всех Людей Но Очень часто Люди Думают О собственных Грехах Что такое Первородный Грех Первородный Грех Это есть нарушение Вот этих Правильных Отношений Между Богом И человеком Это есть нарушение Завета Поэтому мы говорим Что грех Это есть нарушение Между Богом Нарушение Завета Между Богом И человеком И что такое Смерть Смерть Это есть Отделение От духовного Мира Поэтому Если вы Внимательно Посмотрите То здесь Нарисована Пунктирная Линия Это значит Что да Эти два мира Они разные Но они находились В общении Друг с другом Но сейчас Произошло Разделение Между Богом И человеком Поэтому человек Больше не может Знать Бога Не может Слышать Бога И не может Наслаждаться Всеми духовными Благосовениями Которые Бог Приготовил на небе Не может Не может И поэтому Сегодня мы имеем Очень много Атеистов Очень много Различных Религий Все это исходит Из одного Из-за того Что человек Больше не знает Бога И он полностью Отделен От духовного Мира И более того Он живет В этом мире Где все Где все Является Ограниченным И живет В мире Где все Ресурсы Являются Ограниченными Поэтому люди Друг с другом Воюют Конкурируют Подставляют Убивают Потому что Все ограничено И все Склоняется К смерти И более того В духовном плане В этом мире На этой земле Правит сатана Потому что Была духовная война Он проиграл И Бог Низверг его Суда на землю Поэтому сейчас Все люди Которые живут На этой земле Они живут Не зная Бога Отделены От духовного мира И под властью сатаны И Библия нам Четко говорит Что в этом мире Правит сатана Правление сатаны Если мы с вами посмотрим Иоанна 16.11 Библия говорит Что князь мира сего Осужден Сатана является Князем мира 2 Коринфянам 4.4 Бог века сего Бог века сего Который ослепляет Умы людей Чтоб для них Не воссиял свет Благоествования О Христе Который есть Образ Бога Невидимого Сатана правит здесь И как сатана правит Он правит через закон Греха и смерти Закон греха и смерти Потому что Сатана сделал так Чтобы человек согрешил И к нему сейчас Пришла смерть Поэтому все люди Находятся в законе Греха и смерти Римлянам 6.23 Ибо возмездие За грех смерть Человек Нарушив этот завет Должен был умереть Потому что Сам завет Сами отношения Между Богом и человеком Это является Гарантией жизни Поэтому Павел так Павел так говорит Что Римлянам 8.2 Что закон Духа жизни Во Христе Иисусе Освободил меня От закона Греха и смерти Все люди Которые находятся здесь Все люди Которые рождаются здесь Они уже Рождаются Внутри И под Вот этого Закона Закон греха и смерти Поэтому Библия так говорит 1 Иоанна 3.8 Что Кто делает грех Тот от дьявола Потому что Дьявол сначала согрешил Каждый человек Который совершает грех Он принадлежит дьяволу Евреям 2.14 Поэтому Библия говорит Что для того Та явился Сын Божий Чтобы смертью Разрушить Так говорит Это место Списания Что А как дети Причастны Плоти Плоти и крови То и он Так же Воспринял Онны Дабы смертью Лишить силы Имеющего Державу смерти То есть дьявола Сатана Он держит Смерть В своей руке Поэтому все люди Которые находятся Здесь И которые Находятся Под властью Смерти Все они находятся Под властью Сатаны А Библия нам Так говорит Римлян 6.23 Что да Возмездие за грех Это смерть Но дар Божий Это жизнь вечна Во Христе Иисусе Поэтому все люди Иоанна 8.44 Они являются Детьми дьявола Иисус так сказал Ваш отец Дьявол И вы хотите Исполнять Похоти отца Вашего Он был Человек Убийцей От начала И не устоял В истине Потому что В нем нет истины Когда говорит Он ложь Говорит свое Потому что Он лжец И отец Лжи Все люди Которые рождаются На этой земле В духовном плане Они являются Детьми дьявола Поэтому трудности приходят Поэтому приходят Трудности И Человек Который находится В таком положении К нему стали приходить Третье Двенадцать жизненных проблем К человеку Который находится Который рождается На этой земле Который находится Под законом Греха и смерти К нему пришли Двенадцать жизненных проблем Первая Это Основная проблема Это есть проблема Внутреннего мира Человека Внутренний мир И есть Проблема Падших инстинктов Падшие инстинкты Все люди Все люди Которые Рождаются В этом мире Все они уже Рождаются С проблемой Неправильного Внутреннего мира И с неправильными И с неправильными инстинктами Библия нам так говорит Бытие Третья глава Чёрта пятая стихи Все люди Сейчас рождается Сосредоточившись на себе Я И это есть Первородный грех Потому что в самом начале Человеку был сосредоточен на Боге Но сейчас люди говорят Я Бог Я решаю И сатана так обманул людей Что Вкусите от дерева Познание добра и зла И будете как Боги Может ли творение быть Богом Можем ли с вами Что-то съесть и стать Богом Это не так Библия говорит Мы даже себе На сантиметр роста Прибавить не можем Поэтому Вот это есть Первородный грех И что такое Первородный грех Что такое Сосредоточенность на себе Люди больше не полагаются на Бога Люди больше не повинуются Божьей воле Они не слушают Богу Все делают На основании себя И Библия говорит здесь Что люди Они следуют Своим мыслям Здесь проявляется Индивидуализм Гуманизм Человечность Второе Бытие 6 глава 4 по 5 стих Это есть Сосредоточенность На материальном И на физическом И это есть Проблема Исполинов Люди которые Не знают Духовного мира Они сосредоточены На материальном И на физическом И отсюда вышла Похоть Жадность Люди они Зависимы От каких-то Материальных Физических вещей Стали рабами Плоти Третье 11 глава 1 по 8 стихи Сосредоточенность На Мирском успехе Мирской успех Это есть проблема Вавилонской башни Вавилонская башня Поэтому люди Которые находятся В этой проблеме Что для них важно Это финансы Это знания Это власть Сколько проблем Сколько войн Появилось Из-за того Что люди гнались За деньгами За властью И за знаниями Вот это Проблема Внутреннего мира И поскольку Вот эта проблема Она Пошла От самого начала От Адамы и Евы То Появилась вторая проблема Это застарелая Застарелая проблема И это есть культура Культура Которая образовалась На основании Вот этих трех проблем Если мы с вами Посмотрим деяния 13 главу С 5 по 12 стихи Библия говорит нам О шаманизме В этом месте Есть писание Шаман Он свободно Заходил к политику И он ему Что-то ему Рассказывал Там Занимался Своими делами Поэтому Трудности приходят Потому что Люди Слушают Голос Шаманов И это действительно Вот это есть Политика тьмы Второе Деяние 16 глава 16 по 18 стихи Это изгадание Люди не слушают Голос Божий Они не наслаждаются Божьим благословением Но они Следуют гаданиям Следуют Указанием Гадалок И поэтому В обществе Трудности Семьи разрушаются Дети приходят К поражению Поэтому Это есть Общество тьмы И третье 19 глава С 8 по 20 стихи Это есть Идолопоклонство Люди Поклоняются Идолам Люди считают Что надо иметь Какой-то амулет Либо иметь Какую-то статую И вот это Принесет тебе Счастье Деньги Вы сами видели Есть очень много Фэншуя Потом Лягушки Денежное дерево Это все есть Экономика тьмы Разве может Идол дать ответ Когда люди Молятся Какому-то Идолу И приходит Ответ Они думают Это пришел Ответ От Бога Но на самом деле Это пришел Ответ От сатаны Потому что Между Богом И человеком Все уже Находится Препятствие В виде Переводного Греха В виде Смерти Поэтому Как бы человек Не пытался Что-то сделать Все его попытки Попасть сюда Это все Напрасно Это все Религия И поэтому Все идолы Все ответы От идолов Которые находятся Вот здесь Это все Приходят от сатаны Потому что Сатана здесь правит А Бог правит На небе Поэтому Стали приходить Трудности И вот это Застарела проблема Проблема культуры Что это за культура Это есть Культура тьмы Поэтому Библия говорит нам Четко Исайя 62 Тьма Покрыва землю И мрак народы Все люди Находятся в этом Поэтому Через Семейный род Индивидуально Каждому человеку Перешло Шесть Состояния Неверующего человека Иоанна Восемь Сорок Четыре Духовный статус Ваш отец Дьявол Вы дети Сатаны Поэтому люди Исход 23.5 Конечно Они поклоняются Идолам Потому что Если бы они знали Бога Который здесь Они бы не поклонялись Идам Они бы служили Живому Невидимому Богу Но Приходит душевные заболевания Люди страдают От депрессии От бессонниц От дисбаланса В жизни От личных ран Это приходит От бремени И это все Приводит их К поражению Также Стали приходить Деяния 8.44 Физические проблемы Здесь очень много Это и бедность И разные фобии И болезни И зависимости И криминал И убийство Вот это все проблемы Которые пришли Из-за основной проблемы Луки 16.19.31 И также пришла проблема Вечности Потому что После смерти Человек идет в ад Если он не получил Спасение здесь На земле Если он не слышал Слова пророков Об этом говорится Тогда он идет в ад Если бы все Закончилось на этом Но Все вот эти проблемы В виде духовного Наследия Передаются детям Поэтому Если вы посмотрите Матфея 27.25 Говорится о том Что родители Передают детям Духовное наследие Поэтому Луки 23.28 Иисус так говорил Не плачьте обо мне Плачьте о ваших детях И вот эти 6 состояния Вот это и судьба Сам человек Не может выйти отсюда Не может выйти И человек Из-за грехопадения Из-за нарушения Вот этого завета К нему пришли 12 жизненных проблем И вот это есть Ловушка сатаны Все люди находятся В этой ловушке Все люди находятся В 12 жизненных проблемах И как бы люди Не пытались Придумывать религии Быть умными Придумывать хорошие Социальные программы Трудности Не перестают Приходить Приходить И даже увеличиваться Потому что человек Находится Вот в этих 12 жизненных проблемах Поэтому сам человек Решить проблему Не может И к Богу Прийти не может Поэтому Хорошая новость В том И Евангелие В том Что Бог Сам пришел К нам Бог Восстановил Царство Небесное Благословение Небесное Свое правление На земле Через Христа